Девятнадцатый век Девятнадцатый век Мария Долорес де Парис и Монтас В действительности при рождении ее назвали Элизабет Розанна Гилберт И родилась она в Ирландии в 1821 в семье шотландского офицера и внебрачной дочери хозяйки Харчевни Хотя есть версия, что ее мать была дворянского происхождения Трудно рассказать о ее жизни, ведь правда о ее приключениях неизвестно никому Остались ее мемуары, но биограф исходится во мнении, что Лола была искусной лгунией Например, в своих мемуарах она уверяла, что свое звучное имя получила от матери Которое происходило от древнего рода испанских графов Парис и Монтас Но ее мать звали Элайза Оливер До пяти лет сама Элиза росла в Индии, Калькутте Куда послали ее отца лейтенанта Джона Гилберта по службе Отец умер от холеры, когда она была совсем малышкой А мать вскоре вышла замуж за другого английского офицера И отправила маленькую девочку, которая с младых лет отличалась бойким нравом Получать образование в Англию Сначала она жила у родственников отчима А в возрасте восьми лет ее отдали в привилегированный пансион недалеко от Лондона Где девочка и получила отличное образование Эта маленькая странная индианка, как ее прозвали Росла настоящей хулиганкой С очень сложным характером В старой чопорной Англии она умудрилась вставить цветы в парик пожилого мужчины во время церковной службы Устав от учебы, она, как когда-то ее мать, сбежала из пансиона в 16 лет С лейтенантом Томасом Джеймсом и стала Элизабет Джеймс История повторилась, и через год после свадьбы уже ее муж получил назначение в Калькутту И тут Элизабет снова оказалась в Индии Жизнь офицерской жены показалась ей невыносимо скучной Тогда она начала брать уроки индийских танцев и добилась редких успехов Благодаря своему врожденному чувству ритма Это увлечение привлекло к ней внимание многих мужчин В том числе богатого молодого красавца лорда Леннокса С ним она и отправилась в одной каюте в Англию Якобы с целью навестить семью матери Леннокс настолько пленился молодой дамой, что заключил брак с ней прямо на корабле Но брак оказался недействительным из-за несовершеннолетия молодого лорда Это стало известно обманутому мужу, и он потребовал развода Тогда Элизабет на всякий случай уехала в Испанию, в Севилью, где и начала учиться испанским танцам, как будущий профессионал В те времена в моду входило все испанское, и она интуитивно попала в точку К тому же внешне она была похожа на испанку Со слов культуролога Александра Салтыкова она обладала всеми 24 совершенствами, которые на Востоке связаны с понятием абсолютная красота Процитирую Лолой, сокращенно от Долларес, и старуха дала это имя своей любимой ученице Элизабет с удовольствием взяла этот звучный псевдоним, добавив к нему непонятно откуда взявшуюся фамилию Монтес В Лондоне она продолжила учебу в танцевальной школе И в 1843-м на сцене Королевского театра состоялся дебют танцовщицы Лолы Монтес На следующий день газета иллюстрированные лондонские новости писала, процитирую Ее талия грациозна, каждое движение продиктовано прирожденным чувством ритма Ее темные глаза светятся, вызывая восторг зрителей Танцовщица, вопреки всем консервативным устоям, викторианскую эпоху Соблазнительно открывала плечико и приподнимала край юбки Ее выступления раз за разом производили ажиотаж Пока в один прекрасный вечер в прекрасной испанке кто-то не опознал ту самую ирландку Элизабет Джеймс И не крикнул из зала «Да это же Бетти Джеймс!» Прекрасно понимая, что в Лондоне всегда могут найтись люди, способные ее узнать в образе испанской танцовщицы Она решает податься на континент Позже Лола напишет в своих мемуарах «Я пришла к выводу, что мне надо подцепить какого-нибудь принца» Сначала она танцевала в Дрездене, а потом посетила Берлин В надежде встретить русского императора Николая Первого В мемуарах она пишет, что не только выступала перед Николаем Но и общалась с ним наедине Что, впрочем, очень сомнительно Дальше были Варшава, Петербург, Париж И везде разгорались скандалы На ее концертах в Варшаве стали устраиваться протестные акции против России В результате чего ее срочно удалили за пределы Российской империи Поддерживая свой образ темпераментной испанки Ради скандала она кидала в зрительный зал веера, подвязки, башмачки За неприличное поведение и непристойные танцы ее арестовывали и высылали из разных стран Когда она встретила композитора Ференса Листа, бывшего тогда уже на вершине славы Казалось, что ее мечта о романтической любви свершилась Это была красивейшая пара Европы Их роман был бурный, но короткий Через полгода в Париже они расстались навсегда О подробностях своей любви и расставания ни он, ни она никогда впоследствии никому не говорили Скорее всего ее разочаровало то, что Лист оказался совсем небогат А его напугал ее неистовый темперамент Он жаловался друзьям, что не высыпается и не может сочинять музыку К счастью, великий композитор хотя бы не пострадал от этой любви В отличие от большинства остальных ее избранников, подписавших себе смертный приговор Зато не без помощи Листа Лолу взяли танцевать на сцене знаменитой Гранд Опера С его помощью она вошла в круг парижской богемы и очаровала известных французских писателей Дюма отца, Дюма сына, Жорж Сант Один из ее поклонников писал, процитирую Лола была настоящей соблазнительницей В ее облике было что-то притягивающее и чувственное Ее кожа необыкновенно бела, волнистые волосы, глаза дикие, дышащие необузданной страстью Ее рот напоминает плод зрелого граната К несчастью, как танцовщица, она не обладала никаким талантом На сцене Гранд Опера ее карьера потерпела поражение Там было полно самых настоящих испанских танцовщиц А ее главным козырем оставалась чувственная красота Манкость Пресса обрушилась на нее с критикой И возглавил эту компанию известный журналист И владелец газеты с самым большим тиражом во Франции Александр Дюжарье Его-то и выбрала себе в жертвы эта искусная соблазнительница Она придумала хитрый ход Совершая конный променад в Люксембургском саду На его глазах она вдруг упала с лошади Дюжарье бросился на помощь И был очарован ее стройными ножками и прелестным личиком Так и он попал в расставленные умело сети соблазнительницы И даже собрался жениться на ней Александр подарил ей с оболью накидку и драгоценности Но случилось непредвиденное Дюжарье поссорился со своим приятелем Из-за карточного долга И тот вызвал его на дуэль Очень интересно в этой истории повела себя Лола Она даже хотела стреляться на дуэль вместо своего возлюбленного Который плохо владел пистолетом Но Дюжарье все-таки стрелялся сам и был убит Когда Лола узнала о его смерти, то упала в обморок Все считали виновной в случившемся именно проклятую испанку И лишь Жорж Санд смогла помочь ей выпутаться из этой скандальной истории После этого в 1846 Лоле пришлось уехать в Баварию Где и развернулась самая интересная страница ее жизни В Мюнхене немецкое общество посчитало ее танцы возмутительными И она не могла выступать на больших сценах Тогда Лола решила получить аудиенцию у короля Баварии Людвига I И добиться разрешения на исполнение своих шокирующих испанских танцев Их первая встреча обросла множеством слухов Как будто коммердинер короля не хотел допускать танцовщицу к своему господину И та разъяренная набросилась на него с кулаками Эту сцену застал удивленный Людвиг Баварский король с юных лет отличался любовью к литературе, музыке и искусству И оказывал покровительство людям искусства К тому же он обожал красивых женщин А вот внешностью он никак не мог их покорить Лицо его было покрыто рябинками от оспы и большим родимым пятном Он был глуховат и подвержен вспышкам сильного гнева В момент которого начинал заикаться С Лолой он проговорил несколько часов Их дальнейшие отношения обросли множеством слухов и легенд Но про первую встречу осталось свидетельство придворного архитектора Лео фон Кленце Людвиг, как человек совершенно нестеснительный, поинтересовался у Лолы Все ли у нее под нижним бельем настоящее А та моментально взяла со стола нож для бумаг и разрезала им свою одежду на груди 60-летний монарх был покорен Людвиг сразу назначил Лолу приму-балериной Мюнхенского театра И оговорил очень высокий гонорар за выступление Через несколько дней, по указанию короля, придворный художник Приступил к написанию портрета Лолы Монтес для галереи прекрасных дам Этот портрет хранится там и сейчас Сохранилось письмо Людвига близкому другу «Я могу сравнить себя с Везувием, который считался уже потухшим И который вдруг начал свое извержение», писал он «Я думал, что уже никогда не смогу испытать страсть и любовь Мне казалось, что сердце мое истлело Но сейчас я охвачен чувством в любви, как 20-летний юноша Я почти потерял аппетит и сон Кровь лихорадочно бурлит во мне Любовь вознесла меня на небеса Мои мысли стали чище Я стал лучше С тех пор он называл ее Лолитой Она же в письмах называла его «Мой дорогой Луиз» Всего через 6 недель Людвиг меняет завещание, согласно которому Если после его смерти она не будет в браке или вдовой Ей полагалось 100 тысяч гульденов, да еще 2400 гульденов ежегодно Еще он дарит танцовщице дворец Одно из самых красивейших зданий Мюнхена В ее распоряжение была предоставлена королевская карета И когда экипаж приезжал по улицам, горожане обязаны были кланяться, хотя они не знали, это едет король или танцовщица Людвиг щедро осыпал капризную любовницу драгоценностями и дорогими подарками Однажды во время ссоры Лола швырнула в огонь жемчужное жерелье, подаренное ей королем И тому пришлось доставать его из огня голыми руками Лола не могла довольствоваться положением обычной содержанки Ее поведение разрушало традиционные представления о приличиях И доказывало, что женщины имеют право вести себя так же, как и мужчины В своих воспоминаниях она писала Я охотно стала бы королевой Только для того, чтобы иметь возможность бороться за уравнение прав женщин с правами мужчин Она разгуливала по улицам Мюнхена Вместе с немецким догом и в мужском костюме для верховой езды С папиросой в длинном мундштуке И хлыстом за голенищем, который то и дело пускала в ход Лола вступала в драку по любому пустяку Однажды она сцепилась с почтовым служащим, недостаточно быстро уступившим ей дорогу Монтес была задержана полицией А когда был составлен протокол, она разорвала его в клочья И только личное вмешательство короля спасло ее от заключения в тюрьму Когда Людвиг говорил Лоле, что ей следовало бы вести себя менее эмоционально Та отвечала ему «Я ничего не могу поделать с собой, дорогой мой Такой уж у меня темперамент» Когда король в театре входил в ее ложу, она оставалась сидеть Что было неслыханной наглостью как для женщины, так и для мужчины Как писала одна из исследовательниц ее жизни, в ней совмещались несовместимые черты характера Жестокость и романтичность, эгоизм и готовность прийти на помощь несчастным и обездоленным Любовь к истине и лживость, недоверчивость и легковерность А вот что писал о ней Людвиг I в письме к своему другу «Если бы люди знали, какова Лола на самом деле, тогда к ней относились бы по-иному» И она действительно раздавала деньги бедным и материально поддерживала нуждающихся студентов Студенчество резко поделилось на две группы – за Лолу и против Под окнами ее особняка собрались студенты из враждебной партии, вооруженные трещотками и погремушками И устроили ей дикий концерт Монтас подошла к окну с бокалом шампанского в руке и с издевательской ухмылкой сделала вид, что чокается с дебоширами В ответ студенты забросали особняк камнями, отчего на мостовую полетели осколки разбитых оконных стекол Взбешенная куртизанка выхватила из ящика револьвер и принялась стрелять в студентов, пока ее не оттащила от окна личный телохранитель Лола, к тому же, еще и влияла на короля в области политических решений Она рекомендовала ему поддерживать либералов и ограничить влияние католической церкви В газетах по всей Германии постоянно появлялись пасквили и карикатуры, оскорблявшие достоинство короля Баварии Чашу терпения баварцев переполнило решение короля даровать ей баварское гражданство и возвести Лолу Монтас в графине Кабинет министров отказался и ответил меморандумом Вся Европа восстала против Баварии и ликование тех, кто действует на низвержение трона, велико Велика также опасность, которая угрожает Баварии из-за чужеземного владычества Лолы Монтас Людвиг отправил правительство в отставку Новый совет министров даровал Лоле баварское гражданство, как было отмечено в указе Во исполнение нашего королевского слова и за выдающуюся бескорыстную помощь бедным Но враги не дремали, и к Лоле пришла делегация с предложением уехать за границу, а взамен получать 50 тысяч франков ежегодно Причем тут же ей вручили конверт с обещанной суммой Эти деньги она им швырнула обратно и наотрез отказалась выполнить это требование Все послабления для общества, выдвинутые новым правительством, еще больше раскачали обстановку в стране Усилились волнения в университете В августе 1847-го Людвиг даровал Лоле титул графини фон Лансфельд Король под ее влиянием произвел некоторые перестановки в кабинете министров Новый состав кабинета теперь в насмешку называли Министерство Лолы А потом случилась драка между студенческими группировками И Лола, размахивая пистолетом, явилась на помощь своим сторонникам На нее посыпались угрозы, круг врагов вокруг нее сомкнулся Ей удалось вырваться и скрыться в ближайшей церкви Защищаясь пистолетом, она попыталась покинуть церковь Но пистолет у нее отобрали Вовремя подоспели жандармы и сам король Лола была спасена Разгневанный король приказал на год закрыть университет, а студентов распустить по домам Но городской совет потребовал немедленно открыть университет и выслать из города графиню фон Лансфельд Министры, королевские советники, все члены королевской семьи и особенно королева Требовали и умоляли короля согласиться на высылку Лолиты Тысячи горожан стекались к его резиденции с этим требованием Король был поставлен перед решением силы подавлять свой народ Людвиг подписал приказ, обязывавший Лолу Монтес в течение часа покинуть город Мюнхен и королевство Бавария Ее усадили в экипаж и отправились в Баварии Ночью, переодевшись в мужской костюм, она вернулась и встретилась с Людвигом, который пообещал ей отречься от престола и соединиться с ней в Швейцарии Волнения продолжались и король действительно отрекся от престола в пользу своего первенца Максимилиана и написал Я больше не могу править и не желаю превратиться просто в руку, ставящую подписи, дабы не стать рабом, я стал свободным человеком Но вот к Лоле он не вернулся, его убедили в ее изменах При этом до самой смерти он вел переписку с ней и помогал ей деньгами Куртизанка сама потом заявила в американском суде под присягой, что во время пребывания в Мюнхене она не вела себя безнравственно ни с королем, ни с кем-либо другим После этого она какое-то время жила в Швейцарии в свое удовольствие и на широкую ногу Вскоре сошлась с Агюстом Попоном, известным в Европе проходимцем Ее сожитель написал и издал бульварную книжонку Лола Монтес Мемуары с приложением интимной переписки его величества короля Баварии Эта книга была насквозь лживой Лола и Попон даже делали попытки шантажировать Людвига Но похоже потерпели неудачу и расстались Попон вскоре попал в тюрьму за мошенничество А Лола понеслась как вихрь дальше по городам и странам Она поселилась в Лондоне Где вскоре в графиню безумно влюбился 20-летний Джордж Трефорд Хилт Он был очень богат и только поэтому Лола не отказалась от его предложения руки и сердца И срочно повела его под венец Впрочем, быстро обнаружилось, что она была замужем И только получила право раздельного проживания с мужем, лейтенантом Джеймсом Причем и он, и она были лишены возможности вступить в повторный брак Сама Монтес считала, что муж ее умер Хотя он был жив и продолжал службу в Индии Ее обвинили в двоемужестве Молодым супругам угрожало заключение под стражу Но нанятые адвокаты добились освобождения их под залог И они сбежали в Париж Впрочем, семейная жизнь не ладилась Супруги скандалили и один раз Аферистка в драке ранила Хилда ножом Хилд вернулся в Англию один, где и умер от чахотки А Лола опять вернулась на сцену Стала получать признание и успех Но в 1851-м она отплыла в страну больших возможностей В Америку Помимо исполнения испанских танцев Она стала играть драматические роли А потом сыграла саму себя в спектакле Лола Монтес в Баварии Который пользовался огромным успехом В Америке ее также сопровождали многочисленные скандалы Монтес по-прежнему регулярно пускала в ход хлыст Пока ее этим хлыстом ответно жестоко не избили Она вышла замуж за журналиста Патрика Халла Ведь ее бывший муж Джеймса все-таки скончался Вскоре развелась и уехала из скучного Нью-Йорка в Калифорнию Где множество людей собралось с целью поживиться на добыче золота На сцене в Сан-Франциско она пользовалась бешеным успехом Толпа ломилась на сцену пожать ей руку За что набрала по доллару за рукопожатие Лола расхаживала по улицам Сан-Франциско с двумя гончами на поводке И огромным попугаем на плече Беспрерывно куря небольшие сигары Она врывалась в игорные салуны Куда вход женщинам был запрещен И была готова играть в кегли с любым мужчиной Жила она с очередным любовником в деревянной лачуге Как все старатели Эта жизнь, впрочем, ей тоже быстро надоела И она отправилась вместе с любовником и актером Нойлом Фолисом В Австралию Где успешно выступала перед золотодобытчиками Как-то Лола пожелала спуститься в золотоносную шахту Для чего смастерили некоторое подобие удобного стула Монтаж с презрением отвергла эту дамскую штучку И спустилась в шахту, как простой рабочий Просунула ступню В петлю на веревке Уцепилась за веревку одной рукой В другой же держала бокал с шампанским Этот поступок был встречен ревом удобрения мужчин В 1857-м Лола вместе с Нойлом Фолисом Возвращалась на пароходе в Соединенные Штаты Что именно произошло между ними неизвестно Но как-то вечером актер неожиданно для всех Оказался за бортом И спасти его не удалось Возврат на сцену в Нью-Йорке был провальным Танцовщица не унывала И резко поменяла свою профессию Она начала выступать с лекциями Которые были популярны и приносили хороший доход Уже тогда она подняла вопрос об ущемлении прав женщин «Я полагаю, что мир наверняка не может ожидать высокой степени нравственности В жизни знаменитых мужчин Но женщины? Ах, они должны быть святыми Оставляя мужчине монополию на грехи всего света» Говорила она Ее заработки зачастую превышали гонорары самого Чарльза Диккенса Посетившего США с лекциями В середине 19 века Особым успехом пользовались ее лекции Посвященные секретам красоты Поэтому вскоре вышла книга под названием «Искусство красоты» или «Секреты женского туалета» С подсказками по обворожению Для джентльменов По мнению Лолы Монтес Секрет женской красоты состоит из трех компонентов Физические упражнения на свежем воздухе Воздержанности, чистота Что актуально, впрочем, и сейчас В своей книге Лола предостерегала своих читательниц От использования готовых кремов Из-за опасных химических веществ Которые в них содержались И рекомендовала женщинам Самим готовить маски для лица Зубной порошок Средство для увеличения груди И даже помаду для губ Давала она советы джентльменам Для завоевания дамских сердец Например Чтобы влюбить в себя женщину Мужчина должен вести себя настолько глупо Насколько это возможно Тогда успех будет быстрым и триумфальным Или такой Мужчина должен похваляться тем Что в его жизни нет более высоких стремлений Чем угождать женщинам При этом сама куртизанка Полностью отказалась от скандального образа жизни И обратила свое сердце к Богу По словам ее духовного пастыря Являла собой смиренную и раскаившуюся грешницу Монтес неустанно оказывала помощь бедным И принимала активное участие в работе общества Опекавшего падших женщин Из-за нехватки денег Бывшая танцовщица Переехала жить в бедный район Нью-Йорка Умерла она в неполных 40 лет Пережив за полгода до этого Кровоизлияние в мозг Причиной смерти было по разным источникам Или воспаление легких Или туберкулез Или плохо залеченный сифилис Похоронили ее под собственным именем Элизабет Гилберт На кладбище Гринвуд в Бруклине После смерти Самой знаменитой куртизанки в истории Осталось всего на всего 750 долларов Которых едва хватило на оплату счетов докторов За лечение Так в одиночестве и безвестности Умерла эта демоническая красавица Которая два десятилетия Отчаянно гонялась за любовью За славой За деньгами И за приключениями Считала ли она, что ее жизнь состоялась Неизвестно Если вам было интересно Подписывайтесь И не забудьте нажать на звоночек уведомлений КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok